Итак, приступаем. Будьте благословенны. Приветствую. Приветствую. Юра Аскеров, благословенный учитель слова. Это у нас восьмой эфир с тобой. Это восьмой эфир. Начинали мы, мы касались и еврейского вопроса, и душепопечительства касались, и работа, или служение старшего поколения, старших людей. Ну, это душепопечительство. Душепопечительство, части. Затем мы последние, наверное, эфиры, или два, мы говорили относительно толкование писания глазами еврейской традиции и культуры. Да, да. Вот, и мы продолжим эту же тему. Интересная тема. Интересная тема. В прошлый раз мы говорили, друзья, если вы пропускали наши программы с Юрием Аскеровым, вы потеряли очень много, но не все. Вы можете эти программы заказать у нас на «Импакте», то есть мы можем диск вам отправить. Кроме этого, я что-то в начале нашей беседы, я попрошу вас, друзья, запишите, пожалуйста, номер телефона, запишите номер телефона, пока ряд из вас ищут ручку и листок бумаги. Позвоните, пожалуйста, непосредственно Юрию, непосредственно Юрию, насколько востребованы наши беседы с Юрием, насколько тематика поднимаема, востребована, насколько она интересна, насколько она принимаема вами. И позвоните, пожалуйста, в ваше мнение, то есть, может быть, ваши советы, может, ваши просьбы, в каком ракурсе нам, в следующих программах нам двигаться, что бы вы хотели еще услышать. Поэтому, пожалуйста, запишите 916-тере-код, телефон Юрия 588-0588, очень простой, легко запоминать. 916-тере-код 588-0588. Это непосредственно на твой телефон. Да, это мой телефон. Поэтому, друзья, мы также говорили, касаясь культуры и наследия культуры, и, как мы говорили, традиции. Но не только традиции, а в каждой культуре есть, как говорится, свои понятия, свои обычаи, своя трактовка. Даже одно слово, которое в переводах звучит одинаково, оно несет разную смысловую нагрузку. Тем более, мы говорили в прошлый раз, важно учитывать, что когда обращались апостолы, когда говорил Иисус Христос, когда даже в Ветхом Завете пророки говорили, и цари писали, и псалмопевец писал, учитывалось культурное наследие, учитывалось корни иудаизма, которым было непосредственно обращено послание. И послание, и если Христос учил, он-то обращался практически не к язычникам, он обращался к евреям. За исключением, когда он сказал этой женщине, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Вот, канонейнке. Поэтому очень важно учитывать эти моменты, потому что не зная этих тонкостей, мы можем многое не понимать. И не так интерпретировать. Я понимаю, но это уже задача, будем так говорить, людей, которых церковь ставит на служение, то есть находить. Как один человек говорит, копать, 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 и найти клад. А клад — это слово Божье, это интерпретация этого слова. Ты знаешь, я уважаю любознательных людей, очень уважаю. Настолько моему сердцу они близки, любознательные, те, которые копают, как ты говоришь, исследуют. Те, которые не копируют проповедя, а те, которые исследуют сами и углубляются. Вот такая проповедь, она действительно, она приносит пользу. Она имеет и духи жить в себе. Другое дело, когда мы занимаемся попухайничеством, и это людьми ощущается, что оно не идет от сердца, от духа, от пережитого, от экспириенса, от того, через то, что прошло через фибры твоего организма. Поэтому прежде, чем мы приступим, будет ряд вопросов, которые мы сегодня поднимем. В прошлый раз мы говорили относительно и Никодима. Насчет вопросов можно я скажу? Пожалуйста. Дело в том, что в еврейской не школе, а уже, как бы говорить, ешиве или в академии, вот Павел говорит, что он сидел у ног Амалиела. Да. Как? Что происходило? Сотни, тысячи учеников. И тут ни с того ни с сего человек оказывается на первом месте. У ног сидел. У ног. Почему? Потому что Павел задавал очень много вопросов. Критерий ученика, умственного, думающего, всегда был, говорится, на уровне. И это было, как бы, ответом на то, что говорил учитель. Человек, который задавал много вопросов, для учителя был интересным. Этот человек думает. А если он думает, значит, он изучает. Если он изучает, значит, у него появляются определенные вопросы. А если появляются определенные вопросы, значит, эти вопросы говорят учителю. А если их говорят учителю, значит, учителя заставляют думать. Понимаете? Это стимул. И плюс, и плюс, если человек интересует, если его ученика интересует, будущность такого ученика большая. То, что и произошло в жизни апостола Павла. Аминь, аминь. Дело в том, что я знаю много историй, когда учителя знаменитые, они говорили своим ученикам одну фразу, «Теперь я не твой учитель, теперь ты мой учитель». Почему? Они увидели ум, они увидели, как говорится, желание этого человека изучать Писание. Они увидели, как человек изучает, какие методы он применяет к изучению. Я знаю много таких случаев, когда знаменитые учителя говорили ученику, «Теперь ты мой ученик». Это здорово. Это здорово. Итак, мы говорили и о Никодиме, и о происхождении синагоги. Мы касались еще даже 25 главу Матфея прошли с тобой в прошлый раз относительно свадьбы. Мы только чуть-чуть прошли. Вы говорили, что мы ее пройдем когда-то полностью. Пройдем. Ой, это интересное было. Сегодня у нас на повестке дня не менее четырех или пяти. Хорошо. Четырех или пяти. Прежде чем мы приступим к этой теме, смотри, у меня есть племянник один. Потрясающий. Ну, слава Богу. Молодец. Молодец. Один из. Они все, знаешь, все молодцы. Но один из них, когда ему было 23 или 24 года, а когда они приехали сюда, значит, ему было там год, отроду год. Ну, на сегодняшний момент ему уже, наверное, около 30. И вот на полном серьезе, на поставленный нами вопрос в кругу семьи, в узком кругу, ему задали вопрос. Как ты думаешь, откуда берется картошка в магазинах? На полном серьезе он подумал, говорит, ну, яблоки и картошка растут на дереве, и говорит, просто срывают. И потом, знаешь, мы подумали, что он шутит, но потом отец его говорит, да, он не шутит. Он просто, оно лежит в магазинах и все. То есть ему, ребенку, ну, уже он женатый уже, уже и ребенок, ребенка имеет сам. Но ему и в голову не могло прийти, что картошка, она не растет на дереве, ее из земли выкапывают. И если так сопоставлять, знаешь, есть такая поговорка, всякая истина, она параллельна. Если даже в духовный принцип переносить эти вещи, мы можем многие вещи просто не знать. Почему не знать? Просто не знать. Потому что мы видим, оно разложено, кстати, в магазинах на полочках, оно красиво лежит. А происхождение онного, происхождение онного нас или не интересует, нам не интересно, и мы не знаем. Точно так происходит, бывает, к сожалению, когда мы, исследуя Писание, не знаем ряд вещей, ряд этих богом заложенных, то, что имелось в виду и преследовалось, когда говорилось ли притча, когда писалось, когда обращение делалось. Не зная этих вещей, мы очень скудны, мы скудны. Но когда это нам открывается, и плюс к этому еще истолкователи Писания, учителя такие, как ты, это получается, что мы обретаем знания. Обретай знания, даже премудрец Соломона говорил, обретай знания. Поэтому, Юра, так вот, один из вопросов, которых я первый задам, это откуда крест, откуда крест, он пришел в Иудею. Довольно интересный вопрос, и я благодарю вам за этот вопрос. Вы знаете, иногда, кажется, сосед к соседу идет через Америку. Ну, если бы мы жили, например, на Украине, в России, это сосед к соседу идет через Америку. Так же само произошла история креста. Мы знаем, что Финикия, Финикия, это была страна, которая находилась на севере Израиля. И это сегодня примерно Ливан. И там была хорошая страна, она дружила с Израилем постоянно. И мы знаем, что, с одной стороны, Давид когда-то дружил, Соломон дружил с ними. И они помогали ему даже материалом строить храм. Но после того, когда страна разделилась на двое, мы знаем, что Финикия поощряла идолопоклонство. И получается, Изавель, это была принцесса, которая была с Финикией. Ну, вот где-то примерно в 8 веке до нашей эры. До рождения Христа. Да, да, да. Они практиковали человеческое жертвоприношение. То есть, человека поднимали на крест буквой Т, его не прибивали. Прибивали всего только в одной стране, в Иудее. И я потом скажу, почему. Человека привязывали. То есть, это было посвящение Тамузе. То есть, одному из божеств. Человека поднимали. И человек находился между небом и землей. Ноги его не касали земли. Для него могли даже прибить место, где он сидел. То есть, его основная цель – это быть жертвой, которая поднесена между небом и землей. То есть, это мучительная смерть? Это страшная смерть. Это смерть, которая недостойна человека. Римские историки писали, что эта смерть недостойна человека. И вот человек трое-четверо суток в таком положении. Птицы выклевывали глаза. Птицы клевали тело. Орны клевали печень. Вороны выклевывали глаза. То есть, человек умирал в страшных муках. И вот теперь, что происходит в Финикии. В Финикии получается государственный переворот. Брат принцесс, то есть, жены царевны, убивает царя и становится на его место. Кажется, для царевны это дело такое. Она могла жить, потому что это был ее родной брат. Но она собирает людей. А Финикии, особенно Тир и Сидон, они имели довольно сильный флот. И они плывут теперь по Средиземному морю и находят маленькую гавань. Они посмотрели, эта гавань полностью подходила для них. Но теперь оставался вопрос. Им нужно было купить эту землю. Вожди племен, которые были там, они отказали им. Но эти хитростью сказали, слушайте, дайте нам землю, которую можно будет покрыть, то есть, воловьей кожей. И те согласились. Что начали делать эти? Они начали резать тоненькими полосками эту кожу. И когда они отрезали, получился очень большой участок земли. Договор есть договор, и им уступили это место. Карфаген построил стены, и Карфаген начал расти вверх. Это был один из великолепных инженерных городов. Почему? На пятом, на шестом, на седьмом этажах людям поступала холодная вода. У людей была канализация со сливной водой. То есть, это все было в Карфагене. Так как Карфаген не мог разрастаться вширь, он рос в высоту. Но единственное, что было в этом городе нехорошее с нашей позиции, это снова те же человеческие жертвоприношения. И вот когда эта принцесса, то есть царевна, она добилась этого, город начал расти, она попросила в центре города разжечь костер, большой костер. И она бросилась в этот костер. То есть, она стала жертвой за этот город. Но при чем здесь это к нашей истории? Дело в том, что буквально в третьем веке до нашей эры начинаются пунические войны. Войны между Римом и Карфагеном за мировое, будем говорить, господство на то время. Ну, это господство выражалось владением на Средиземноморье. И Карфаген проигрывает Первую войну. Карфаген проигрывает, и Карфагену как условие ставят запрещение смертной, то есть жертвоприношения человеческого, то есть запрещение креста. Хорошо, я немножко оговорюсь. Крест не всегда был тот, как мы сегодня понимаем. Под понятием крест могло быть Т-образный крест, крест, который мы понимаем, перевернутый крест, Х-образный крест, даже простое дерево, оно могло быть крестом. И снова же, человека не пробивали там. Человека привязывали, и человек умирал мученической страшной смертью. Ну, а теперь мы смотрим. Рим, запретив Карфагену, он вводит в себя это, как наказание для рабов, для преступников, для пиратов, ну, для всех людей, кроме римских граждан. Я уже сказал, что римские историки писали, что эта казнь, она недостойна человека. Другими словами, даже они понимали это, но практиковали у себя. Мы знаем, когда было восстание Спартака, где-то 30-х чем-то тысяч рабов, гладиаторов были роспяты на крестах. Дорога от Капуи, где началось восстание, до Рима. Примерно 35 или сколько километров, я сейчас точно не помню. Хорошо. Но как это дело теперь касается нас? Дело в том, что примерно в 60-м году до нашей эры, когда маковеи, которые в 167-м году завоевали независимость, они начали враждовать между собой. Почему? Потому что маковеи наследовали и священническое, потому что они были священнический род и царство. И вот теперь разные кланы маковеев, они начали войну друг с другом. И когда Гней Помпей вошел в Сирию, в Дамаск, это был римский военачальник, ему сказали об этом. И вот теперь он, как говорится, вырядившись в Тову мирового суди, в субботу он входит в Иерусалим. Никакого сопротивления ему не было. И впоследствии он осквернил храм. Он зашел в святую святых. Ты говоришь за Епиафана? Не-не-не-не. Я говорю за Гнейа Помпея. Антиох, 4-й Епифан, он... Это же из-за него практически маковеи сделали. Маковеи, да. А это уже... Который взял свинную голову и водрузил на алтаре. А это уже 100 лет после него. Понятно. Эта история уже 100 лет после него. Ну и получается, Гней и Помпей вроде как бы примирил их. Но война началась снова. И тогда он ставит в Иерусалиме своего ставленника, Антипатра, отца Ирода Великого. Но Антипатр долго не был. Я не помню, или его убили, или он умирает сам. И вот теперь им ставят своим управляющим там, именно Ирода Великого. Великого. Что можно сказать за этого человека? Он был велик во всем. И если мы сегодня будем говорить, я буду особо говорить за династию Иродов. Особо. Потому что это заслуживает внимания, потому что мы очень часто путаем. Потому что только проповедующие слова, наверное, и служителя даже старшего ранга, они знают, что это не один Ирод был. В Библии мы читаем за одного Ирода, потом второй Ирод, в Деянии святых апостолов третий Ирод. Это не одна личность Ирода. Я понимаю, у Ирода было семь сыновей, троих из которых он убил по его приказу. А потом четвером разделил то, что осталось после его. Да, и у одного потом забрали все. Поэтому ты правильно подметил, что очень важно понимать, что это не один Ирод в трех лицах, а это разные лица были. Я понимаю. И вот получается так, что когда Ирод стал у власти, это был мудрейший человек. С одной стороны. То есть он мудрый был во всем. И даже в гневе, и даже, как говорится, в ярости. Он был велик. Потому что, извините, обычно великими называют и преступников. Но я потом буду говорить за это. И вот получается, римляне сделали все. И вот что они предлагают для евреев теперь. Получается, уже после смерти Ирода, официально, когда в Иерусалиме был его сын, и этот сын сделал пару раз то, что он подавил восстание в крови, евреи попросили, пожалуйста, уберите его и поставьте прямое правление римского императора, римского сената. Евреи, ты не отметил, евреи попросили Рим. Рим, да. Потому что, ну, лучше иметь какую-то власть, которая имела свои законы. Чем деспота. Да, чем деспота. И получилось так. Римляне оставили им все. Но они ввели в смертную казнь, крест. Побитие камнями они отменили. И уважали. То есть римляне, они не противились побития камнями, которые делали евреи правоверные, но они запретили это, наверное, для своих граждан, да? Нет, для всех. Для всех. Побития камнями не было. Побития камнями не было. Но во времена Христа. И после. Использовали эту практику. Да. Дело в том, что когда римляне, то есть когда евреи, ну, извините, в ярости, они могли сделать что-то наподобие этого. Мы знаем судьбу... Стефана так же под руками камнями, да. Да, да, да. Потом женщину, взятую при любви, они пришли с камнями. То есть они практиковали. Они практиковали, но официально. Официально. Понятно. Суд отдавал, да. Запрещал это делать. Если суд утверждал смертную казнь, они отдавали это римлянам. Да, да. И римляне, уважая еврейские законы, снова я хочу сказать, римляне, уважая еврейские законы, они пробивали. Это единственная страна, где человека пробивали ко Христу. Для чего? Если в течение шести часов он не умирал, если до заката оставалось два-три часа, тогда приходил человек и перебивал голени. Для того, чтобы прекращалась подача воздуха. Да, вот человек просто повисал, и вот здесь ему передавливало, все. И буквально за пару минут он умирал. То есть это своего рода было гуманное... Ну, своего рода. Но гуманизмом, конечно, не пахнет. Но... И вот мы видим, кажется, вроде крест был недалеко, в Финикии. Но он пошел в Карфаген. С Карфагена он пошел в Рим. С Рима он пришел в Сирию. А уже с Сирии он пришел обратно, то есть в Иудею, обратно ближе к границам с Финикией. И мы видим, что на протяжении истории, вот библейской истории, которую мы знаем в Новом Завете, крест довольно часто использовался. Как наказание преступников, ну и так дальше. Но Павел, как римский гражданин, его не прибили к кресту, его обезглавили. Не имели права по закону. Не имели права, да, потому что римляне ввели закон. Римские граждане, они освобождаются от наказания на кресте. Интересно. И затем мы знаем, что он телом своим, наши грехи вознес на древо, дабы мы ранами, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды ранами, его мы истелились. И вы знаете, что у меня была интересная история довольно-таки. Дело в том, что с Портланда, я говорил на радио 7, ну было время, когда 4 месяца, каждую пятницу, я говорил по 4 часа. И мне дали в собеседника человека, который был когда-то пастором Песятнической церкви, потом он ушел полностью в иудаизм с отречением от Христа. И этот человек мне в прямом эфире сказал, что вот вы опираетесь на 21-ю псалом, там этих слов нет. Я говорю, да, у меня есть еврейская Библия, я посмотрю, я немножко знал иврит, я прочитал, говорю, да, этого нет. Но тут человек сам проговорился, он сказал, ну возможно Иисус был как анец. Я говорю, вот видите, вы сами сказали, это есть в Захарии. И я назвал человеку место, где в Захарии, чтобы пронзили руки мои, то есть, ну, хорошо. И получается интересная история, об этом есть в Писании. И даже люди, которые не верили сами в это, они подтвердили. И это же еврейское учение, которое мы сегодня не знаем, это учение о двух мессиях. Интересно, да? Интересно. Интересно. Мне тоже было интересно. Когда я первый раз услышал об этом учении, ну вы знаете, ярость благородная вскипела, как волна. Но потом я начал думать, хорошо, если мы смотрим толкование 48-49 главы Бытие, Иаков дает пророчество своим сыновьям перед смертью. Буквально через пару часов он умрет. И он говорит о двух мессиях, мессия с колена Иосифа и мессия с колена Давида. Продолжай. Иудеи сегодня, они говорят, что один придет как страждущий мессия, а это учение было еще до, то есть второго храма. То есть, когда до жизни Иисуса Христа, учение о двух мессиях. Один придет страждущий, другой придет царственный. Но только мы, не понимая этих двух учений, мы сделали винегрет. И даем этот винегрет даже евреям. Они говорят, ребята, извините, пожалуйста. Как вы говорите о том, что он установит царство и сделает мир, когда, извините, вы видите, что делается в мире? Но каждого еврейского, ну, как мы называем, лже Христа, всегда спрашивали одну фразу, где Бен Иосиф? И мы видим, что Иисус приходит как страждущий мессия. Это первое. Во-вторых, когда мы смотрим два родословия, Иисуса Христа, там почему-то фигурирует именно Иосиф. И он приходит и умирает, как агнец. Но, извините, во втором происшествии он не придет страдать. Уже никто не поднимет руки. Почему? Потому что он придет как царственный, как победитель, как владыка, как царь царей. И об этом говорит Писание. То есть мы ожидали первого мессия, как страждущего, а второго, как победителя и как царя. Да, но это же Писание нам открывает. И лучше понять это, вот как раз для меня помогло вот это учение о двух мессиях. Один страждущий, другой царственный. И получается, в одном лице он пришел, как Бен Юсеф, то есть сын Иосифа, и придет, как Бен Давид, сын Давида. Точно так, как две природы сочеталось на его светлое и святое рождение и человеческое, и божественное. Юра, идем дальше. Юрий Аскеров со мной в эфире. Спасибо, друзья, что вы остаетесь с нами. Итак, мы дальше идем. Разноцветная одежда Иосифа. Ой, это тоже интересно. Хорошо. Мы видим интересную историю. Историю семьи Иакова. И мы видим, что когда согрешил Рувим, мы видим за кровавую бойню в Сихеме Левия и Симеона. Хоть отец не проклял двоих сыновей, но он проклял их гнев. И он сказал, что просит Бога, чтобы разделить их в Израиле. Если мы смотрим, колено Симеона, оно, когда вошло в землю, то есть на войну, завоевать Палестину, оно имело вроде где-то больше 50 тысяч, мужчин, которые воевали, а окончилось тем, что 22 тысячи 200 человек. И Моисей просит за это колено, чтобы оно не вымерло. Это одно. Отец, отец, не беря в счет Иуды, теперь назначает первородным старшего сына от другой жены. И выделяет его разноцветной рубашкой. Другими словами, теперь Иосиф имеет статус первородного. Он первородный. Сегодня шейхи Востока, они выделяют своего сына, старшего, первенца, они выделяют разноцветной рубашкой. Ты, Юра, сделай отметку о том, что это была очень дорогая одежда. Я понимаю. лоск, лоск, как-то материя, порезали кусочками, и в этом и заключалось. Нет, нет. Во-первых, приготовление этой одежды, оно брало очень много времени. Понимаю. И она была очень дорогая. Да. Продолжайте. Мы знаем то, что моллюск багрянка, он обычно около берегов Израиля сегодня. И я знаю, что долгое время именно там его красили. Это был дорогой царский материал. Его одевали только цари. Ну, возможно, по качеству. Это было, ну, немножко дешевле одежи, мы не знаем. А возможно, это была эта самая одежда. Но факт в том, что Иосиф выделяется как первородный. И далее мы видим то, что должно было быть у Рувима, оно разошлось тремя линиями. Царство Иуда, священство Левий, первородство Иосиф. И мы видим, что Бог Иосифа как первородного, он его вел везде. И для того, чтобы сделать из него человека, который нужен для Бога. Но вы знаете, мы сегодня видим много людей, которые где-то какое-то что-то маленькое от Бога получили и бьют себе в груди и доказывают да вот я. Иосиф имел откровение, Иосиф имел пророчество, Иосиф имел отношение с Богом. Но Иосиф не знал, как этим пользоваться. И Бог его повел в Египет. А там он его немножко подшлифовал, объяснил, показал и поставил, как говорится, светилом в Египте. И мы видим разноцветная рубашка, то есть первородство, оно и шло везде с Иосифом. И отец признал его первородство тогда, когда Иосиф открылся и когда они пришли уже в Египет. И когда он пришел своими сыновьями, двумя, монассием и... Ну да. Он почтил его сан. Он уже практически был лежачий, не вставал, но он встал. Как говорится, опершись на свой пояс, он почтил царское достоинство своего сына, своего первородного. Почему не выделено было, это уже побочный вопрос, почему колено Иосифа не получило удела, а получили его сыновья, полуколено Абнанасии и Иерувима. Дело в том, что отец сделал очень интересную вещь. Иаков усыновил этих двоих сыновей и ввел их в родословие своих детей. Понимаю. Они под своими коленами и для того, что под своими именами вошли в родословие двенадцати колен Израиля. И для того, чтобы братья не убрали их когда-то, когда он умрет, он вводит специальное благословение. И сегодня каждый еврей благословляет своего сына, говорит, да благослови тебе Господь, как Ефрема и Монасию в Израиле. Точно. Я говорил Рувима, это не Фрема, не Рувим. Это Ефрем, да, и Монасия. Ефрем и Монасия. А слушай, хорошо, Юра, такой вопрос. А не думаешь ли ты, что одной из причин, которая воспрепятствовала получить Иосифу полное то, что получили все его братья, это то, что он был женат на египтянки? Нет. Не думаешь? Он получил еще больше. Он получил вместо того, чтобы вот эти два сына, они должны были под его именем, а так они вошли два колена под своими именами. Ну, а колено Левия, оно вывелось из Израиля. И вот еврейская молитва, ну, я по-русски его скажу, Бог отделил свет от тьмы, Израиль от всех народов, колено Левия от Израиля, а Аарона от колена Левия. Колено Левия не числилось в Израиле, оно нигде не числилось. И когда мы читаем сегодня Писание, когда говорится, что только два человека вошли в землю обитованную, из узнавиных Олев. Да, вошло полностью колено Левия. Ну, да. Потому что два человека не могло войти. Да, потому что, во-первых, это колено, оно было выведено из состава Израиля, во-вторых, это колено не поддержало бунта, и в-третьих, это колено всегда стояло на стороне Бога. Это довольно интересная история, и это можно проверить. Вот у меня в церкви, если я уже рассказывал, два брата, которые всегда проверяют. Ну, да. благословенные, возьмите дома, первую книгу Паралипоминон, шестую главу и проверьте, там родословие. И если мы уж прообраз, если мы коснемся прообраз Иисуса Христа в лице Иосифа, это потрясающе прообраз, там настолько вот, начиная от 20-30 серебряников, и даже делили одежду мою, это разноцветно дорогая одежда. И за жену тоже можно говорить, как прообраз церкви. Которая взята из язычников, так как он взял из египтянской, из египтянской. И которая была для него очень хорошей поддержкой, очень. Хорошей, да. Да. Потому что мудрому мужу всегда нужна мудрая жена. Ну да. И вот я знаю, например, история Маймуна, это одного из учителей иудаизма. Ему привели женщину, то есть привел человек, который стоял высоко. Эта женщина, она просила, Господи, дай мне мудрого мужа. Она сама была мудрая. И они только посмотрели друг на друга, и обои сказали да. И впоследствии это была благословенная семья. Так что это важно. И это нужно. Мы идем дальше, мы идем дальше. О, время, смотри, Юра, такой вопрос. Я уверен, что он интересует не только меня, но очень, очень наших многих телезрителей. Десятое евреям, послание апостола считается Павла, десятая глава, двадцать шестой стих. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость гнева готового пожрать противников. Интереснейший вопрос. Интересный, смотри, в нашей традиционной интерпретации произвольно грешим это человек закурил, человек впал в блуд, там или где-то прелюбодействием занимается или там напился где-то, пьяница какой-то. Вот. И по делам ему мы, понятно, мы исключаем таких из церкви и прочее. Произвольный грех. Что это такое, да? Хорошо, друзья, вы знаете, вот Юрий, если вы назвали причины, таких людей не надо исключать, таким людям надо помогать. Почему? Потому что Писание приводит нас к одной истине, мы все грешники, Римлянам первая глава, человечество все деградировало. И если я, будучи в таком же самом положении, кого-то осуждаю, извини, я навлекаю на себя то же самое осуждение, которое имеет этот человек. Но здесь разговор идет совсем о другом. Ну, давайте мы немножко контекст. Еврейская церковь стояла на грани отречения от Бога. Почему? Снова же, вопрос, почему? Ты говоришь отречения от Христа. От Христа, да. От Христа. Почему? Потому что, вот смотрите, например, тут синагога и тут синагога. И везде синагоги? Да, да, да. Здесь поют псалмы Давида и здесь поют псалмы Давида. Здесь считают Тору и здесь считают Тору. Здесь размышляют над пророками и здесь. Но здесь считают, что Христос это Мессия, Искупитель, а здесь говорят, что Он Антихрист или гречник. И вот этих людей, которые уверовали в Христа, их исключали из синагоги. Из правоверной еврейской синагоги. То есть, их отлучали от народа Израиля. То есть, от них отказывались семьи. Вот почему многие богословы говорят за Павла. Когда он покаялся, его жена оставила его. Она имела на это право по иудейскому закону. Дальше. Этих людей ненавидели. И если этот человек умирал с голода, ему нельзя было дать ни крошечки хлеба, ни глоточка воды. Почему? Потому что язычник по мнению евреев он был намного лучше этого человека. Кроме того, что римляне и римский император, претендуя на роль Бога, преследовал первых христиан. Они были подверганы гонениями преследования еще со стороны евреев. Продолжай. Но теперь мы с вами размышляем, почему это называется или произвольный или сознательный грех. Извините, когда человек понимает, что Иисус это мессия, в которого он уверовал. И вот теперь желание вернуться назад, чтобы избежать соблазна креста, то, чтобы избежать вот этого поношения, этой ненависти со стороны своих. Хотя такие были, что делали так. Да, были такие, что это делали. Но кто-то скажет, ну вот смотри, у нас же человек в 50-нической церкви православной пробежал, встал, свечку зажег, и все, все нормально. Извините, нормально в нашей культуре, но не в еврейской. Там такого не было. И что же там было? Вот мы смотрим, что там было. Если человек хотел вернуться назад, он просто вернуться не мог. Почему? Его отлучала синагога, и синагога должна его принять. То есть это было официально? Официально. Во всеуслышание? Да. При всем народе? Да. Анафема предавалась ему? Да. Да. И теперь при всем народе его должны принять. Давай. Он приходил к раввину. Рэбе я согрешил. Раввин назначал число. Он приходил в синагогу. И вот теперь он стоял перед всем народом. Я не буду говорить, чем он стоял, в чем он стоял. Но он провозглашал то и просил прощения у народа, что он был в культе. Называя христианство культом. Церковь культа. Или в ереси, или в отступлении, или что-то наподобие этого. Следующее, что он должен делать, это довольно страшно, мне и говорить не хочется, он должен был хулить и проклинать Христа и его последователей. При всех. Для чего? А для того, чтобы потом не сказать, что этого не было. После этого он ложился на кушетку и получал 39 ударов по спине. То есть 40 без одного. Ага. И только после этого он считался снова членом синагоги. Другими словами, что происходило? У человека отрезали концы. Назад он уже не пойдет. Почему? Во-первых, его совесть. То есть, вот что, произвольный грех, получивший познание истины. Да. Человек получил познание истины. И он теперь отрекается и уходит назад. И дальше этот автор пишет, это попрание крови Христа. Да, да, да. Другими словами, это удар в спину. Получается, то столь, потому что контекст об этом и говорит. Да. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню кровь завета. То есть, оно вот это идет, оно идет в паре, в паре о чем-то, я говоришь, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Да. То есть, он должен быть хулу произнести. Да, обязательно, обязательно. Я знаю, например, последний случай такого. В одной из передач мы вроде немножко говорили об этом. Это была синагога в Венеции, где соратник Папа Гапона, которого он когда-то обратил в православие, обратно вертался в иудаизм. И все это приходило с принятием 39 ударов. С принятием 39 ударов. С этим отречением, с этим хулением, с этим всем. То есть, это еврейский журнал «От сердца к сердцу». Я когда-то его имел, это хасидский журнал, и там была эта история описана. Когда апостол говорит о согрешающем грехом не к смерти, об этом идет речь. Нам стоит рассматривать это в увязке с евреем 10.26, что грех к смерти, он говорит, есть грех к смерти, но я о таком говорю. Но есть еще одна сторона, которая говорит о грехе к смерти, это хула на Святой Дух. То есть, это когда мы действия Святого Духа приписываем демоническим силам. Совершенно верно. Это тогда, когда Христа обвиняли, говорит, Он не гоняет силу ввели в силу. Почему Господь и сказал, говорит, простится хула на сына человеческого, но на Духа Святого ни в всем ни в будущем. Это понятно, но некая увязка, потому что здесь тоже и Духа благодати оскорбляет, то есть Духа Божия тоже оскорбляет. Это человек, который, как ты интерпретировал это, который, получивший познание истины, но отрекается от Христа принародно. Я понимаю, видите, мы часто думаем, что человек, который где-то психанул, хлопнул дверью, или мы увидели человека пьяного, или что-то человек сделал, все, эта проблема дала его церкви. Извините, ребята, с такими людьми работать надо. То есть исправлять. Да, не то, что исправлять. Ну, написано в Духе кротости, исправлять. Я сам был человек, который пришел с мира. Ну, это, Юра, о тебе не говорится, потому что мы говорим о тех, я в контексте беседы нашей, я говорил о тех, которые, будучи членами церкви, ну, и где-то падают в грех, как мы говорим. Я понимаю. Особенно к стыду и к сожалению, к стыду вот нашему, да, в Америке любят пиво пить. Это, я слышал, сплошь и рядом. То есть я не говорю о людях, которые далеки от Бога, или там имеют веру кривославную. Я говорю о наших, которые прилагаются к пиву. То есть, понятно, в таких случаях, когда выявляется или там водку, или вино, выявляется этот грех, мы что делаем? На замечание или исключаем? Ну, я понимаю. Мы берем на замечание, мы исключаем, мы делаем все вместе того, чтобы как-то разобраться. Хорошо. Будь ты верующий, будь ты неверующий, когда получается в жизни трагедия. Кто-то умер, кто-то оскорбил, кто-то, извините, насолил. Не все сильные. Не все. А тем более, знаете, как мы сейчас в Америке, мы разобщены. Извините, когда-то на Украине мы были монолитом. Я даже помню, в день моего покаяния, это было где-то 11 июня, если я не ошибаюсь, это было на Островского, 23, и на следующий день, после этого, там были проводы парней в армию, и после этого, на следующий день, мы все, вся молодежь, утром выходили их провожать. Извините, это было похлеще первомайских демонстраций коммунистов. Люди видели монолит, силу. Сотни людей. Да, сотни с песнями. Военком кричал, просьба петь советские патриотические песни. Какие советские патриотические? А завтра, возможно, когда-то поднимут. Ну да. Мы ж пели эти песни. Толпой разъяренной. А здесь мы разобщены. Здесь мы, извините, но если в чистом поле одну семечку бросили там, другую через метров сто, то вот это мы сегодня. К сожалению. К сожалению, да. Там мы были монолитом. Юра, у нас останется еще несколько минут. Итак, проповедь Иисуса, то есть апостола Павла в Ариапаге, в Афинах. Это тоже довольно интересная вещь. Жертвенник неведомому Богу. Что же это за жертвенник? Ой, люблю я этот жертвенник. Вы знаете, довольно интересная история. И Павел, когда он был в Афинах, но мы знаем, что Павел, это был ученый человек. И учили их не только иудаизму, учили их, оказывается, и греческой философии. Конечно. И вот когда Павелу надо проповедовать, ему надо ухватиться. Понимаете, это евангелист. А евангелисту надо посадить рыбу на крючок. А для того, чтобы ее посадить на крючок, надо, чтобы рыба клюнула. А чтобы рыба клюнула, надо наживку. Ну да. И вот Павел ходил по этому городу, и он увидел памятник неведомому Богу. Он знал эту историю. А история говорила, прошу прощения, история говорила, они всех богов перебрали. И говорили, и решили так, думают, а вдруг мы кого-то обидим, какого-то из богов. А их там было десятки тысяч. И думают, для того, чтобы загадить и этого, которого мы не учли, ставив памятник, мы написали неведомому Богу. Нет, история говорит совсем другую. А я знаю, как говорит история. Дело в том, что это писал Дан Ричардсон, это прекрасный евангелист. А Баркли так он толкует, вот как я толковал. Я читал этого человека и потом я слышал несколько передач, которые говорили именно за это. Получалось, в Греции, в Афинах был человек, который был трижды чемпионом Олимпийских игр. Победить в Олимпиаде, это надо было победить во всех видах спорта. О, это круто было. Дальше на этом не кончалось. Дальше и шла победа в математике, пении, декламации стихов Гомера, Игра на Арфе. И только после этого всего, когда человек побеждал, ему давали лавровый венок. Когда он проезжал в свой город, ему не открывали ворота. Ему проламывали крепостную стену. Он въезжал в город как победитель. Ну, представьте, этот человек был популярен в городе. Мамы показывали на него, смотрите, детки, вот, чтобы вы были таким человеком. А здесь говорится, за трижды чемпиона на протяжении 12 лет он удерживал первенство. И вот этот человек после 12 лет возомнил, что он может стать царем. И он поднимает восстание. Он поднимает восстание, и получается, восстание терпит поражение. И тогда они убегают в Аэропах, это храм Марса, или, как евреи говорят, Рея. И там они находятся под защитой храма. Но получается интересная вещь. Царь увидел, они увидели, что они слабнут. Что делать? И они привязали веревку к рогам жертвенника и спустили его в пропасть. А мы знаем, что Аэропах находился на горе и была пропасть. И теперь, когда они слабели, они просто падали и убивались. То есть, храм не осквернялся. Но царь увидел это все, он же хотел мести. И он дал им помилование. И когда они вышли, он всех перебил. И на город пошла страшная чума. Люди умирали десятками, сотнями. И они начали приносить жертву всем богам. Но чума не прекращалась. И тогда один человек сказал, я знаю человека, который знает об ином Боге. Павел о нем пишет деяние апостола, как пророка скрыто. И послали за этим человеком. Этот человек приехал. И он говорит, завтра утром на заре выгоняйте стадо жертвенных овец. И где ляжет овца, там делайте жертвенник и приносите ее в жертву. И говорит, дорогой, ну что ты такое говоришь? Но овца пока не наестся, она не ляжет. Говорит, ребята, я не приехал спорить сюда. Делайте то, что я говорю. И на следующий день стадо жертвенных овец, оно было выгнано. И люди удивлялись, что овца за отцой, они ложились на определенных местах. И тогда этих овец приносили в жертву и чума прекратилась. То есть это традиция, то есть это предание было или история? История. И получается, к времени Павла остался один жертвенник. И на основании этого жертвенника Павел сделал проповедь, дальше аэропах и дальше... Но там успеха, кстати, не было огромного. И именно эта проповедь, она стала переменной в жизни Павла. Потому что он после этого поменял курс. Он пошел в Коринф и после этого он сказал, я не хочу знать ничего, кроме Христа и притом распятого. Потому что это сила Божья. Мы знаем и ко спасению, и к оправданию. Дальше, это откровение для нас. Дальше, мы видим, что это благословение. И многое, мы видим, что это и освящение, и все. Все для верующего человека. Сводится в одном. Христос распятый. А Евангелие про возглашение, оно говорит как, Иисус пришел во плоти, взял на себя наши грехи и беззаконие и умер на кресте, как уплата за эти грехи. Потом Он погребен, то есть констатация смерти. И потом Он воскрес для чего? Для нашего оправдания. Это про возглашение Евангелия. И мы видим, что в самом-самом развращенном городе мира, я думаю, что всех времен, если мы знаем Каринф, в этом городе образовалась церковь. Точно. И это было огромным благословением. Почему Павел больше всех любил эту церковь, хоть он любил и филиппийцев, очень любил, но эта церковь для него была особая. Хотя мы читаем, что там ох какие-то... Ой-ой-ой, да. И именно в этой церкви было подвержено очень серьезно то, что апостол Павел претендовал на служение апостола. То есть подвергалось его апостольство. И апостол Павел в 11-й знаменитой говоря о более... Когда он говорит о вечере Господне, говоря о не просто расширенной, но углубляясь... Потому что Новый Завет был написан в греческом. Да. Греческий, когда русский говорит «Я от самого Господа принял то, что и вам передал», там в греческом не так написано. Там ударение. Апостол Павел защищая свое апостольство, он говорил «Да я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть он доказывал, что я принял это от Господа. Поэтому это... Вы знаете, Юрий, я не люблю тех, вот честно признаюсь, которые вот человек что-то делает. Они не хотят делать, а приходят и начинают все рушить. Да, совершенно верно. Вот тут не люблю я этого. Вот из-за этого посвящено послание к галатам. Но пришли их люди вообще, которые не бум-бум были в богословии. Ну да. Потому что все еврейские раввины понимали, спасение никогда от закона не приходит. Точно. И сегодня они учат то же самое. Спасение приходит от того, когда Бог принимает человека в завет и делает покров своим заветом. Точно. А эти люди начинали делать все по-своему. То есть они разрушали то, что делал другой человек. Ну а мы будем созидать во имя Господа Иисуса. Друзья, запишите телефон Юрия 916-588-0588 916-ерекод 588-0588 Вопросы, пожелания, просьбы относительно следующих программ и тематика связана. Позвоните после эфира. Поэтому, Юра, спасибо Бог для благословения. А что, уже все? Да, уже осталось 30 секунд. Спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Оставайтесь с нами на «Импакте». У нас интересные, назидательные, поучительные беседы. И имя нашего Господа будет прославлено. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова